Один раз сделав волоски, они прямо настолько подсаживаются Ты можешь отказать человеку и сказать, что вам совершенно нужна не эта техника Кто-то хочет одно, а кто-то хочет аккуратный, подкрашенный визажный эффект Что насчет совмещенной техники? Вообще, как лягут волоски, если мы еще и будем делать растушевку? Если мы хотим это совместить, мы должны работать исключительно внутри секторов Ты же искала для себя как машинку, как иглу, так и пигменты Когда вы подбираете пигмент на волоски, надо брать прям теплый-теплый пигмент Вы можете записаться на мастер-класс и обучиться этой прекрасной технике Наконец-то я ее увидела! Значит, волоски это реально круто И можно делать и на жирной коже, и на пористой Лучше недо, чем пире Золотое правило перманента Здравствуйте, дорогие друзья и наши уважаемые коллеги Мы снова в студии ютуб-канала Hanofi Colors Pigments Меня зовут Ольга Ханфи И у нас сегодня очередной подкаст И в гостях у меня сегодня мастер, который уже в таком тренде Знает, наверное, все ее, а если кто не знает, то узнаете сейчас Это Нина Заславская, человек, который прямо делает волшебные совершенно работы В определенной технике, о которой мы сегодня поговорим Ниночка, привет! Привет, Олечка дорогая! Всем здравствуйте! Сегодня мы будем раскрывать все мифы и всю правду о волосковой технике Волосковая техника в нашей профессии действительно окутана рядом каких-то легенд Мифов, кто-то любит, кто-то не любит Когда-то эта техника была мега востребованная и очень модная Потом схлынула, как волной смыла, никто не захотел Пошла мода на пудровые брови, вот это все на пыление А теперь она возрождается, она реально сейчас в тренде И тоже для этого есть определенные предпосылки и определенные причины Нин, вот давай поговорим про историю Вот как вот было? Ты ведь тоже же не сразу начала эту технику делать Как это все было? Вот ты правильно сказала, что она как-то схлынула в один момент На самом деле я тоже это прошла И 10 лет назад, когда я пришла в мир перманента Я начинала как раз свой путь с волосковой техники Но волоски какие были? Конечно, не такие же, как сейчас Они были заборчиком, но тогда особо никто не разбирался, не вникал И выбирать было не из чего То есть был заборчик, либо плотная растушевка маркерная Конечно, волоски на фоне маркерной растушевки смотрелись круто И я подумала, что я буду делать только волоски Но я ничего не понимала Не понимала, как сделать так, чтобы они круто заживали И меня не впечатляли зажившие результаты, конечно же Потому что все плыло И современная техника очень сильно отличается от той давнишней Потому что техника нанесения абсолютно другая Здесь мы уже пользуемся схемой для построения И это очень упрощает работу Потому что многие думают, что Ой, я даже не буду туда суваться Это очень сложно Надо быть суперхудожником, чтобы сделать волоски На самом деле это абсолютно не так И зная схему, пользуясь ей Можно воспроизвести суперкрутые натуральные брови Даже если вы не нарисовали ни одного рисунка в своей жизни Ну вот у меня тоже самое была ситуация Абсолютно такая же Не сказать, что я начинала с волосков Им не обучали вообще Я, естественно, сама пыталась до этого дойти Потому что это все делать, надо же делать И тоже самое были какие-то дикие совершенно результаты На фоне того, что я к тому времени была мастером С 5-6-летним стажем И считала, что у меня неплохие работы Видеть такое на своих клиентах Мне было так стыдно Я решила так, что поскольку мы не рисуем на бумаге А это самый главный постулат всей нашей работы Что мы работаем с живой кожей Что, наверное, все-таки кожа человека такова Что она не позволяет Вот эти тонкие линии Да, волоски плывут Да, они плывут Они не могут быть такими, какими мы их задумывали Значит, бессмысленно все И я ушла из этого Больше не пробовала И сконцентрировалась на вот этой всей вот куды То же самое было и со мной Я делала-дела эти волоски Потом, когда начали приходить эти клиенты С ужасным забором И я не понимала, что я делаю не так И действительно, я пыталась что-то изменить в своей работе Но безуспешно Потом появилась пудровая техника Это новый тренд И вроде так все натурально красиво И мы начали видеть красивые зажившие работы Конечно же, я тоже отошла полностью от волосков Думала, вообще мне это не нужно Я начала делать пудру Но спустя время Конечно, опять возвратились волоски И это сейчас прям тренд-тренд Последних лет Потому что все хотят пушистые, красивые брови Чтобы они выглядели натурально Я же тебя пригласила не потому, что Ты моя подруга и клевая девчонка А я думала поэтому Ну ладно Не только поэтому А потому что Я же вижу, что Действительно тренд Я сама Ну, если кто-то там следит за моей страничкой То есть все Я уже тоже подсела на эту углу Я просто хочу понять У тебя-то кто? Вот, допустим, я посмотрела на тебя Загорелась и захотелось мне А у тебя кто бы? Был ли кто-то, кто тебя сподвиг к этому? Это произошло три года назад Я все следила за одним мастером Наталья Еременко из Эстонии Мне так нравились ее волоски Хотя вот сейчас я смотрю Какие-то волоски немножко засаженные Серые Когда я уже начала разбираться Как их правильно делать Но мне тогда очень нравились ее работы Я прям следила Вдохновлялась И думала Как она так делает Что у нее заживают линии Они без пробелов Без каких-то засаженных точек Выглядит все круто И я даже помню Как-то у нее узнавала Думала обучиться Потом она мне зарядила Такую нереальную цену Я думаю Ты что, я дур, что ли? Сама научусь И что-то на карантине Я начала рисовать Сначала на бумаге Накачала красивых бровей И красивых девушек Ну и срисовывала их брови Потом эти брови Я подогнала под укладку Разбила все по секторам Как бы упростила задачу Для учеников Чтобы не было такого Опять же, что Я не буду рисовать волоски Их могут рисовать Только художники Чтобы было все просто И ясно И потом Я начала пробовать на латексе Опять же, было много времени На карантине Я и так волосок и сяк И потом У меня как-то осенило В один момент, что ли Я подумала А почему бы не попробовать С такими движениями Как пудру мы делаем То есть пудру же мы наносим В технике маятник Вот такими движениями Просто При этой технике волосковой При современной Мы топчемся на одном месте Как бы походкой Майкла Джексона Я так называю Туда-обратно Усаживаем пигмент И получается идеально Тонкая линия Она равномерно насыщена пигментом И соответственно Все так же и заживает Как пудровая техника При этом преимущество В том, что можно делать На жирной, на пористой коже Точно так же, как пудру Правильно ли я понимаю Но я тоже сама вспоминаю Действительно Сравниваю Основное отличие Даже если мы не будем Говорить про рисунок Рисунок это понятно То есть понятно Нужна схема Нужен рисунок Чтобы это все было естественно Технические внесения в кожу В основном Те волоски от этих Отличаются тем Что мы тогда старались Линию на одном дыхании Не дыша Точно, точно Это еще как раз была причина Почему я решила Что я не буду Потому что невозможно Это невозможно Согласна Причем надо было вести Помнишь Настолько медленно У тебя уже руки дрожали От того, что ты медленно ведешь И все равно Волосок получался Ну какой-то Неравномерный Кривоватый Не такой, как сейчас А напыляя именно Такими движениями Хотя казалось бы Вроде ты много раз проходишься Волосок должен какой-то толстый Неуклюжий Получится Абсолютно не так Получается Очень тонко Равномерно Но Также мы закрепляем Контур на губах Там Стрелочку Вот эту Точно такими же движениями Не выходя из кожи Мелко-мелко Насыщаем линию И все прекрасно Заживает Ты бы могла бы Порекомендовать Эту технику Новичкам И Как бы Расширяя этот вопрос Может ли быть Такая техника В базовом обучении Или все-таки Это Повышение Квалификации Новички должны Начинать С базовых Знаний Это Базовые знания Растушевки Они должны Прочувствовать кожу Понять Как с ней работать На какой глубине Они работают Это очень важно Опять же При волосковой технике Не засаживать линию Потому что Конечно Если сравнить С пудровыми бровями Это гораздо тяжелее И Кропотливая работа Сама знаешь Там надо прям посидеть Поэтому После базового курса Спокойно можно уже Приходить Ну там Поработав Даже Два месяца У меня были Такие девочки Которые Прекрасно делают Несмотря на то Что у них Очень маленький опыт Они там Буквально Несколько процедур Сделали В пудре И Спокойно делают Волоски Но все же База База Почувствовать кожу Просились у меня Правда Я не хочу делать Пудру Я хочу только Волоски Ну девочка Которая нулевая Как бы вообще К перманенту Не относится Хотела заняться Перманентом И говорит Можно я к вам Приеду По-моему Из Европы Только волоски Хочу Я говорю Нет Ну нужно Почувствовать кожу Это совсем По-другому Просто будут Засаженные линии Потому что Это очень важно Не засаживать Это наверное Самое главное Правило У каждой медали Есть две стороны Буквально Полчаса назад Мне написала И прислала фотографии Моя первая клиентка Которая Вот была Моей самостоятельной Девочкой На волосковую технику После того Как я У Нины была На мастер-классе Ну что Мало чего Осталось Пока что Почему Потому что Рука В течение Многих Многих лет Заточена Под Очень Поверхностную Растушевку А у меня Еще Рука Совсем Совсем Легкая То есть Мне Яркие Растушевочные Брови Даже сложно Сделать Поэтому И этот страх Вечный Заглубиться Казалось бы Его уже быть не должно Все равно Он присутствует То есть Как бы я Не Не качала Этим маянником Как бы я Походкой Джексона Не старалась Пока что Я Не достаралась Ну ничего То есть Как говорится Как мы учим Своих учеников Лучше Не до Чем перри Золотое правило Перманет Когда я Начала Практиковать И перешла С латекса На клиентов Я брала Моделей Потому что Я себе Поставила Обязательную Задачу Две процедуры Волосков В неделю Обязательно У меня Должны быть Я их делала По 5-6 часов Никакая Просто Конечно Я клиентов После этого И до этого Не брала Потому что Невозможно было У меня тоже Были проблемы С заживлением Потому что Я боялась Засадить Так же Как и ты Потому что Это самый главный Страх мастера И я не докрашивала Где-то Не насыщала Пигментом Равномерно Они у меня были Такие легкие Воздушные Конечно Сразу после процедуры Они мне безумно нравились Но к сожалению Там Из всех Нарисованных Волосков Заживало Там пару штук Поэтому Конечно Я начала Уже более тщательно Прорабатывать Каждую линию И Со временем Конечно Я пришла к тому Что Бывали даже Работы Вообще Без коррекции Заживали Идеально Каждый волосок И когда я первую Увидела такую работу Я думала Все Наконец-то Я ее увидела Значит Волоски Это реально Круто И можно делать И на жирной коже И на пористой И я как раз И ставила эксперименты Работая с такой кожей Был у меня случай Не так давно Пришла клиентка Ну вот С очень толстой кожей Такой Прям Такой блеск у нее был Знаешь Как маслом Намазали лоб И она такая Я хочу волоски Я такая Ой-ой Думаю Сейчас наверное А если расплывется Она такая еще Очень требовательная Мадам оказалась Я думаю Ну ладно Попробую Я ей объяснила То что может расплыться И так далее И вот у нее Без коррекции Представляешь Просто идеально Зажил каждый волосок Но они же все равно Подплывут В какой-то степени Через какое-то время Вот я как раз Недавно выкладывала В инстаграм Свой Заживший Без коррекции Через год Они знаешь Они светлеют И теряют Вот эту вот Четкость Как сразу После процедуры Там свежие Зажившие брови Они чуть-чуть Подплывают Но Выглядят абсолютно Нормально Нет никаких пятен Там Некрасивых Они также выглядят Волосками Просто они не такие Уже тонкие Чуть-чуть Как бы с дымкой И клиентки У которых Через время Вот так вот Они трансформируются Брови Когда они приходят На обновление Есть ли среди них Процент Которые говорят Что я больше не хочу Волоски Растушуйте мне Или в основном Это уже верные фанаты Этой техники Ты знаешь Один раз Сделав волоски Они прям Настолько подсаживаются Потому что Это выглядит Ну абсолютно По-другому Чем пудровая техника Конечно это выглядит Натурально Особенно Такая техника Делается таким людям У кого проблемы С бровями У кого не такие Густые Крутые брови А как мы знаем У кого нет бровей Там Две волосинки Ну растушевка Смотрится Очень нарисованно Ненатурально Конечно таким людям Волоски подходят Больше всего И они только Волоски делают Даже несмотря на то Что там со временем Они чуть-чуть Подразмываются Это нисколько Их не останавливает И Выглядит Очень красиво Даже спустя время Всегда ли ты Делаешь Волоски Абсолютно Всем подряд Кто захотел Или же Все-таки Ты можешь Отказать человеку И сказать Что вам Совершенно Нужна не эта техника Понятное дело Что человек Уже пришел Он приготовился И тем более Процедура более дорогая И тебе выгоднее Ее сделать Но Если реально Ей не нужна Эта техника Ты сможешь уговорить Бывают Такие клиентки Бывают Такие клиентки А вот Например Кому не подходят Волоски Да Вот Начнем с этого Бывают Такие брови Знаешь Вот Очень густые Как проволоки Вот так Торчком Они торчат Черные И яркие И В начале Густо А концы Пустые Вот такие брови Бывают Ой А я думала Как раз Вот это А вот Представь То есть Сначала Свежие Волоски Они выглядят Ярко То есть Бровь равномерна Мы там Сместили акцент С головки Чуть-чуть Мы же все-таки Здесь акцент Стараемся сделать Затемнить Но когда это все Заживает Они же все равно Такие более Приглушенные Спокойные Не такие яркие И все равно Акцент получается На головке То есть С такими вот Яркими бровями Все-таки Я считаю Сделать лучше Растушевку Потому что Волоски все равно Потеряются на фоне Таких колючек И В любом случае Ну либо Знаешь Совместить Волоски с растушевкой Вот только в таком случае Бывают с густыми бровями Девочки приходят И Ну там уже некуда Рисовать волоски Я конечно Пытаюсь выяснить У клиента Чего все-таки Он хочет Потому что Бывает такое Что Вроде говорят Я хочу волоски И показывают Ну вот Я подкрашиваю Вот так каждый день Мне очень нравится Я говорю Ну это же пудровая техника Давайте вам Сделаем пудру То есть брови Конечно более декоративно Получается Эффект подкрашенных бровей И кому-то это Действительно больше нравится Чем волоски Потому что Сделав волоски Вид абсолютно другой Более такой Хаотичный Небрежный Пушистый Такой вид Невыщипанных бровок И клиенты у нас Делятся как раз На две категории Кто-то хочет одно А кто-то хочет Аккуратный Подкрашенный Визажный эффект Вот И это Очень важно выяснить Потому что Многие не понимают Чего они хотят Я пытаюсь вот так Разложить по полочкам И объяснить Чего же все-таки Хочет она Я сейчас Даже вот Не для Зрителей А даже вот Больше для себя Ну и кому-то Может это тоже Будет интересно Как же все-таки Строить в таком случае Запись Поскольку Процедура Мало того что Более дорогая Она еще намного Более длительная По времени Как понять заранее Администратору Например На какую конкретную Процедуру записать Запишешь на Растушевку А тебе придется Делать волоски Ты не успеешь Двинется следующий клиент Или наоборот У тебя дырка останется Ну вот у меня сейчас Волоски занимают Три часа Три часа волоски Два часа пудра А администратор При записи выясняет Чего хочет клиентка Она сразу говорит Я на волоски Потому что на волоски Они прям вот готовы Об этом кричать Что они хотят на волоски Под такого клиента Мы выделяем три часа То есть если Мы выясняем в процессе Что все-таки пудра Ну я часок пью чай Сижу Поняла То есть ты пишешь Побольше Просто все Понятно Бывает и такое Причем вот У меня был случай Пришла девочка С такой очень сложной Толстой прям кожей На которую тяжело ложиться Так же как и При пудровой технике Так же как и На любой зоне Бывает такая кожа С которой сложно работать И я ей делаю Четыре с половиной часа Соответственно пришлось Двигать клиентов Но деваться некуда Надо было заканчивать Все время Спорят мастера И я например До сих пор Ответа такого вот Четкого Не знаю У меня есть свое мнение Но я слышала И другие мнения Что насчет Совмещенной техники Вообще Как лягут волоски Если мы еще и будем Делать растушевку И где ее делает Под Над Между Прекрасный вопрос Очень часто Кстати это задают Вернемся к тому Что волосок Наносится пудровыми движениями Такими же Да как пудра И чисто теоретически Мы можем это совместить С пудрой Но если мы хотим Это совместить Мы должны работать Исключительно Внутри секторов То есть мы нарисовали Два волоска Например Да вот связочку И мы не можем Их пересекать Вот так вот Сверху растушевывая Потому что да Наш глаз Видит на поверхности кожи Абсолютно красивую картинку Но мы не знаем Что творится Внутри кожи А там что творится В сосочковом слое У нас лежит Вот этот пигмент Частички пигмента В форме линии Да Мы это все Сверху вот так вот Перекрываем пудрой Соответственно Эта линия Уже у нас Так дробится И просто плывет При заживлении Точно так же Как контуры Например на губах Мы делаем Сначала мы видим линию Но так как она совмещена С растушевкой Она у нас Как бы расплывается С растушевкой Совмещается И нет никакого контура Да То есть если мы будем Прямо вот так вот Перекрывать наши волоски Конечно будет все плыть Будут пятна И будет совершенно некрасиво Если хочется добавить растушевку Исключительно внутри Мелкими движениями Не пересекая линии Но как правило Вот Я в начале тоже думала Ой Я буду делать только совмещенную Потому что я хочу Вот чтобы акцент В серединке был Чтоб она такая Вроде яркая В серединке По концам По краям точнее Она такая более легкая Но Когда ты уже делаешь волоски Мы же вот эти сплетения Все затемняем Несколько раз проходим Там уже просто некуда Классить Да И линия в любом случае Она пошире получается И кажется Как раз таки Как будто с растушевкой И не приходится Никакую растушевку добавлять Но Когда совсем нет своих волосков Например Вот Аллопеция приходит Конечно им хочется Сделать еще погуще Потому что волосков нет И хочется еще больше Этого объема добавить Тогда вот я как раз Мелкими движениями Подкрашиваю В серединке Да Но чаще всего Только при аллопеции Потому что когда Есть хотя бы Небольшой пушок Все равно он создает Объем Делает акцент И не требуется Никакой растушевки добавлять А если снизу С первым слоем Сперва сделать Закрепить форму растушевкой А на ней нарисовать Потом волоски Все равно поплывет То же самое Потому что пиксели Они уже рассредоточены И они просто Подплывут И будет пятнышек Хорошо А если была сделана растушевка Если была Спокойно На зажившей Можно делать На зажившей можно Либо можно делить процедуры Да Вот если хочется Растушевку с волосками Например На первичке Ты сделал волоски Либо же наоборот Растушевку положил Слой Чтобы тень была А на коррекции Ты уже рисуешь Волоски на тень Ну либо уже Если есть старый татуаж Можно сделать Волоски поверх Но опять же Если адекватного цвета Татуаж Нет, ну я имела ввиду Конечно Если он нормальный Да Да, спокойно Допустим Твоя же Собственно Нормальная растушевка А человек пришел Сказал Теперь я хочу волоски Ты сделаешь Да, конечно сделаю Если цвет позволяет Нет четких контуров То есть такой подразмытый Подсмывшийся перманент Вообще спокойно Даже выглядит Ну еще пообъемнее Потому что уже есть тень У тебя одна схема укладки Или их все-таки Ну вот эти все Европейские Азиатские Насколько часто тебе приходится Все-таки Понимать Что сегодня Эта схема Сегодня это В процентном соотношении Самая популярная схема Это смешанная укладка Смешанная укладка Что это такое Вот бывает Азиатская Европейская Там мужская И детская И смешанная Смешанная Это значит Что бровь состоит Из верхних волосков На уголочке И из нижних И они встречаются Где-то примерно В серединке Это самая распространенная Укладка Чаще всего Как раз клиента Приходит именно С такой укладкой Но если клиентка Пришла У нее например Вот такой азиатский Рост волос Вначале прям пушок А потом резко вниз Вот так падает Конечно же Мы не можем Зачесать наверх И нарисовать Хотя многие Как раз таки С такими бровями Хотят Сделайте мне Вот так Чтоб они были Но так Ни в коем случае Нельзя делать Потому что При заживлении Просто будет Вот такая решетка В таком случае Лучше вообще Пудру сделать Я считаю Чем вот так Вот Как-то пытаться Изменить Свой рост волос Обязательно Нужно подстраиваться Под рост волос Нужно прям Проанализировать Куда они растут Посмотреть Вот эту направляющую Главную И собственно К этой Главной направляющей Клеются И все дополнительные Волоски Там мама Папа Брат Сестра Там целая история Санта-Барбара С нашими укладками Вот И все укладки Вообще Они практически Одинаковые Разница только в том Что высота Вот этой направляющей Изменяется То есть волосок Волосок папа Я называю Это направляющую То есть Если она уходит Примерно в серединку Это смешанная укладка Значит у нас Бровка будет состоять И из верхних И из нижних волосков Если прям вниз То есть у нас Пошла Азия В такой укладке Будут преобладать Верхние волоски Они будут более длинные Если наоборот Европейская Такие бровки Зачесанные кверху Там уголочек Будет совершенно небольшой Такой пушковый И бровки будут Как будто вот такие Заламинированные Как это называется Долговременная укладка Это популярно раньше было Но конечно Мы смотрим обязательно На свой рост волос Без этого никак Нин, давай так Давай о Оборудовании С одной стороны Ты уже четко Ясно сказала Что движения у нас Те же самые Движения растушевочные Соответственно И ничего такого Особенного Специального В оборудовании Нет Как раньше у нас было Когда мы все еще Ты еще тогда не работала Когда работали мы Индукционными машинками Татуировочными Тяжелющими И вот хотели Волосками работать А она тяжелая А это катушечная Да Она тяжелая Да я не засталась И вот эти Которые делали машинки Мастера Они специальные Однокатушечные Изобретали Чтобы она была полегче Чтобы можно было Ей вести волосы Это вообще жесть была Короче Что насчет оборудования Какое-то специальное Длинноход Какой-то ход Ну вот это все То что сейчас модно Вообще можно волоски делать Абсолютно любой машинкой На самом деле Самое главное Чтобы иглы были качественные Иглы должны быть Острые заточки И не все картриджи подходят Например Бывают такие Очень мягкие картриджи Ну и иголочки Там волосок Четкий не получается То есть тут тоже Очень важно Чтобы игла была стабильной Острой Ну и 0,25 диаметра Я использую Что касается оборудования Одно время я работала Длиноходом Шаен Солтера Вот Ну сейчас я делаю Ей все абсолютно зоны Кроме волосков Волоски я делаю Короткоходом Беларом Компания Микробью Мне она очень нравится Хотя сначала Она мне вообще Категорически не зашла Потому что там Длина эксцентрика Там 2,1 миллиметра То есть рабочий вылет Где-то 1,2-1,3 миллиметра Там вот прям на ощупь идешь И настолько там Маленькая вибрация от нее Ты даже не ощущаешь На какой глубине Я первый раз Когда я ее Наконец-то заказала И она у меня Оказалась в руках Я села за процедуру Думаю Все Сейчас что-то будет Я просто вообще Не поняла Не почувствовала ее И отложила Она у меня лежала Где-то год Я ей не работала Потом как-то я Мне стало жалко Потому что Там такая эпопейс Этой машинкой была Я ее с Америки заказывала Там на таможне Ее арестовывали Короче Тему для отдельного подкаста Вот И я думаю Ну что ж Я не справлю что ли Что я криворукая И заставила прям себя Работать на этой машинке И настолько я в нее влюбилась Настолько я сейчас ее чувствую И разница конечно есть Вот длиноходы И короткоходы Да Все тонко Все таки Все классно Но Как мы знаем Длиноходы Они более такие Мощные машинки Больше подходят для растушевки То есть короткоходам Например растушевку Красивую пиксельную Ты особо-то не сделаешь Там получаются такие Более смазанные Пиксели именно И так же касается Волосковой техники При работе короткоходом Волосок получается Тонкий-тонкий И в нем Пиксели даже не прослеживаются То есть линия настолько тонюсенькая И заживет больше линии И заживет она больше линии Да А если делается длиноходом Там все равно прослеживается Вот эта вот точечность Набор точек Да Значит все-таки краткоход Ну либо средний ход Можно я все-таки не буду там С беларом заморачиваться А возьму например Свой массмаги Любимый И буду им работать У тебя какие тоненькие Хорошие волоски Как раз Я просто сижу и думаю Все-таки у меня Мастмагия Он же у меня С эксцентриком На трешку стоит А у него есть В комплекте еще двушка Может мне Двушка Это тебе тоже Где-то один и два Это очень мало будет Я просто боюсь Ну попробуй Вот как тебе Потому что Все-таки мы тоже На две категории делимся Кто-то привык работать С такими высоковольтажными Мощными машинками Длиноходными Там на кончике иглы Да вот так водить Чтобы видеть именно иглу Я тоже одно время Так работала Из-за этого Мне было непривычно Переходить именно На короткоход Кто-то привык Перманентными ручками Работать Они не знают Как работать Длинной иглой Вот этой мощной машинкой И конечно Таким будет проще Делать волоски Короткоходом То есть тут уже Надо попробовать Подобрать под себя Я хочу Чтобы были красивые Без пунктиров Заживчики А при этом Я хочу иглу видеть Я же слепыш Я и так в этих В своих очках работаю Ну вот средний ход Ну на трешке Вообще Мне кажется Идеально Конечно Думаешь нормально Когда начинались Твои Все эти Эксперименты С волосками Ты же искала Для себя Как машинку Как иглу Так и пигменты Ты же понимала Что не каждым пигментом То есть Мы интуитивно Это чувствуем Что не каждым пигментом Мы нарисуем волосок Да Почему не каждым Что нужно было тебе От пигментов Чтобы правильно Нарисовать волосок Были промахи Потому что я не понимала Именно как работать С волосковой техникой Я использовала Такие же знания Как и на растушевку То есть я подбирала Тоже по типажу Анализировала кожу Цвет волос Цвет глаз Как мы все это делаем И подбирала Как на растушевку Пигмент И вот именно С волосковой техникой Есть такая определенная Особенность Все-таки волоски Всегда заживают Более холодным тоном Чем растушевка Почему? Объясню Да Потому что мы Эти пиксели Наслаиваем 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 Друг на друга Чуть-чуть Да Поглубже получается В любом случае Мы не засаживаем Не заглубляем Ни в коем случае Но нужно учитывать Тот факт Что Когда вы подбираете Пигмент на волоски Надо брать Прям теплый Теплый пигмент То есть привычный Вам пигмент Если вы будете Использовать Обязательно туда Капельку корректора Нужно капать Я изначально Когда я только Вот щупала Прощупывала Эту технику Я также брала Вот как на растушевку Подбирала Этот там Тройку например Брала И делала волоски И они у меня Приходили Ну такими Прохладными Потому что я Абсолютно Категорически Не люблю Вот эту серинку Прямо она меня Вот не могу я И я думаю Так 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 В любом случае Надо миксовать Потому что Заживает все равно Очень теплый пигмент Ну тройка Сама знаешь Кто не знает Как ты Она прям теплая Теплая Но на волосках Она может зажить Сереньким И поэтому Здесь важно Подбирать Миксовать И чтобы не заморачиваться Опять же У нас скоро выйдут Мои миксы Пигменты Пигменты Хана Фибонина Заславская Специально Для волосковой Техники Которые уже Намиксованы И не надо Ничего выдумывать Для того Чтобы правильно Заживали волоски Наши пигменты Которые по качеству Укладки в кожу Абсолютно подходят И для растушевки И для волосков Их все-таки Нужно теплить Соответственно Просто взять С полки пузырек И им поработать Бывает Не совсем правильно То есть В любом случае Надо взять два пузырька Смешать с корректором Они у нас есть Безусловно Пожалуйста Берите Мишайте Но Мы подумали Решили Покумекали Мохаммед Ханафи Активно принял участие В этой разработке И сказал Пора Новую коллаборацию У нас есть Бай Ирина Максимова Сами знаете Это для камуфляжа Реол У нас есть Бай Ольга Костенецкая Пигменты Для век И которыми Тоже на бровях Можно работать И теперь у нас будет Серия пигментов Специально Для волосковой техники Хайрстрокс Будет называться Серия пигментов Три пигмента У нас будет В этой серии Хайрстрокс Блонд Медиум И Дарк Вот Все Бай Нина Заславская Прям взяли с полочки Налили И работаете Да Это на самом деле Идеально Потому что Мне каждый день Просто пишут Какой вы пигмент брали Какой вы микс брали Но это настолько тяжело На самом деле Миксовать И многие все равно путаются Потому что Может быть Неправильно считывают кожу Да Там какой-то микс Неправильно взяли И пишут То и у меня зажило Там серым Это что касается Новой серии Прямо вот На мази Как по-русски говорят Вот они уже все Миксы готовы Там Дело В этикетках Налепить У меня уже все ученицы Когда Когда выйдет Я всем уже говорю Скоро Вот еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Они правда Уже почти готовы Обучающий процесс Он должен быть От человека Который уже Такую собаку На этом съел Столько времени На это потратил Стоких людей Обучил Поэтому Чего говорю Что у нас Постоянно Проходят Мастер-классы В студии Вы об этом Прекрасно знаете Многие мастера Очень известные И не очень известные Но талантливые Приезжают к нам В студию И дают свои мастер-классы И Нина У нас Постоянный гость Если вы хотите Обучиться Вот И вам допустим Удобнее это сделать В Москве Следите за нашей рекламой И Вы можете записаться На мастер-класс И обучиться Этой прекрасной технике Непосредственно У Нины Непосредственно У нас Замечательная наша студия Да И самое главное Что я хочу сказать Не нужно бояться Потому что Действительно Многие боятся Думают Что у них не получится На самом деле Тут нет ничего сложного Здесь всё элементарно Там элементарно Там действительно Всё понятно Нет такого Что я не понимаю Не понимаю Не знаю как Там нужно Долго просто тренироваться Потому что Это не просто В смысле Усидчивости Это действительно Более долгая процедура Вон у Нины Которая Сколько опыта У неё на целый час Процедура дольше Это более сложно Чем остушёвка Однозначно Это более долго Это большая нагрузка На глаза Для меня это очень важно Я это чувствую Но Я всё равно не отступлюсь Мне нравится Я хочу Но на глаза нагрузка больше И на спину нагрузка больше А для меня ещё Что было очень интересным Необычным Это то Что работать нужно С двух сторон Я в жизни никогда Так не работала Я всегда сижу Только с одной стороны Всегда вот так вот Вот так вот смотрю на клиента Всегда только Ну то есть Для меня посмотреть Со стороны лба На брови Это было что-то Это ну То есть это нужно Как-то себя немножечко Перебарывать Но по сути По сути Конечно Для думающего мастера Ничего сложного нет Нужна усидчивость Просто волоски Именно удобнее рисовать Когда конец волоска Конец этой линии Смотрит на тебя То есть ты садишься Именно так Вот например На головке мы рисуем Я прямо из голови сажусь Если кончик рисуем Конечно они же Загибаются Переплетаются Я уже прям На край сажусь сбоку И вот на себя Их вывожу Из-за этого удобнее Конечно крутиться Но у меня была такая девочка Приезжала ко мне на индивидуальные И она говорит Я не могу так Я не привыкла Я говорю Ну попробуй Ну попробуй Не понравится Нет Я буду с одной стороны И она вот так же Как пудровую технику Там вот так вот Сидела Но к себе уже выводила Дальнюю бровь Вот так Ну не знаю Ну с такой стороны Каждому свою Может и ей удобнее Ну вообще да Плюс ещё это всё Столько моментов Я знаешь Когда у тебя сидела Я всё думала Про свой кабинет И первым делом Когда я приехала И вот ко мне эта девочка Пришла Я думаю Боже Провода Провода Мне на стуле ехать Мне этот стул ставить Ещё лампа Даже на с этой стороны А у меня тут куча Право бы хоть машинка У меня с блоком Ещё хоть от машинки А у меня ещё и машинка Не с блоком Нет Всё Я сказала Хотя ещё один лишний провод И я застрелюсь И поэтому Куда деть эти провода Я не знаю У меня тоже Лампа должна быть тоже аккумулятор Всё должно быть аккумуляторным Потому что Идеально И стул на воздушной подушке Чтобы не на блок колёсика А как часто приходят К тебе на обновление Ну вообще Волоски держатся Примерно точно так же Как пудра Сначала уходят светлые части Мы же их на нет выводим Пытаемся серединку Насытить За счёт того Что больше проходов делаем Делаем шире волосок И конечно Вот эти части По которым мы Больше всего раз проходимся Они дольше всего и держатся Вот То есть уходит ширина Они сужаются Чуть-чуть Дают дымочку Абсолютно нормально смотрятся Кто-то год ходит Вот у меня девочка До отъезда в Москву Сколько может быть Неделю назад пришла Спустя год Без коррекции Вообще Всё прекрасно Мы просто обновили И всё Не, ну это хорошая носка Для волосков Я считаю хорошо Кто-то даже полтора года Ходит Вот у меня одна Солопеция девочка Мы там Ей очень много раз удаляли Потом сделали волоски Вот недавно с ней списывалась Узнала, как делать Она говорит Всё прекрасно Я так рада Полтора года прошло Даже после удаления Хорошо на кожу После лазерного удаления Да, причём На жёлтую подложку Мы с ней делали Вообще круто Заживало Ну знаешь У аллопетянов Аллопетов Как их правильно назвать У них отсутствуют фолликулы И такая более тонкая что ли кожа Ничего не мешается И прям очень хорошо Ложится пигмент Обожаю работать С такой кожей Ну и интересно Такое преображение Знаешь, прям вау Реально У меня одна женщина Приезжала с Аллопеции Она просто Облысела за полгода Ну, говорит Очень сильный стресс Там много смертей Таких Очень трагических было Она начала лысить Она мне просто Показывает фотку Ревёт Я сама правду Я плакала Мне так её жалко было Она мне показывает фотку У неё кудри просто По пояс Она говорит Это в январе А там Она приехала Там В мае что ли Вот И я ей сделала брови Она когда себя увидела Она просто плакала Она взрытая Я не знаю Я сейчас сама заплачу Ну, блин Это непередаваемые эмоции Когда ты можешь Действительно Подариться Такое счастье Человеку А представь Пудру Аллопетяну сделать Ну, это Ну, вы поняли Дорогие наши Зрители сегодняшние Что разговор не идёт О том, что Техника Мягкой растушёвки Техника Пудровых бровей Она плоха И всё Мы теперь любим Только плоски Просто для меня Например Я вся на эмоциях Потому что для меня Это вот сейчас Открытие Такого Последних дней Можно считать Я давно Ничему такому Глобальному Не училась И я прям Под впечатлением И думаю Как здорово Что я теперь буду Сочетать Совмещать Выбирать Предлагать Когда я была Начинающим мастером Совсем Вообще Начинающим Жутко боялась Делать глаза Всё, что было Звязано с глазами И меня Приходили и спрашивали А вот вы могли бы Вот внизу Подводочку сделать Я говорю Нет Мы на нижнем веке Не работаем Там всегда плывёт Пигмент Это очень опасно Вот Потом Когда естественно Наверное научилась И даже бывали клиентки Приходили Которые говорят Вы же говорили Что это опасно Я говорю Уже не опасно Уже придумали Новую технологию Не опасно Так и тут Когда мне А может быть Не волоски Я говорю Не-не-не Волоски Это такая Я так же говорила Только растушевка Сейчас мы вам сделаем Всё будет отлично Теперь я смогу По-другому рассказывать И как-то выбирать Сам этот момент Очень маленькая Конкуренция Пока в этой технике Ну даже проанализировать Вот открыть Соцсети Сколько мастеров В твоём городе Работают Волосковые техники Ну понятно В Москве побольше Но в регионах Там Можно сказать Никто не делает Если кто-то и делает То не особо вау Поэтому Не нужно бояться Нужно быстрее брать Осваивать И быть первым Я считаю Потому что техника Востребованная На неё едут Реально Из других городов Приезжает Вот у меня На той неделе Девочка из Самары Пять часов на автобусе Ехала Представляешь Что полоски делать И обратно Потом в пять часов Ехала Уже с бровями Вот счастливая Так сказать Но Это реально Техника такая На которую едут Едут к мастеру И вот сейчас Я работаю У Оли в студии И у меня просто Все волоски Думаю Господи Хоть бы одна пудра Прошла Нет Они говорят Вы что Мы ждали полгода Мы хотим Волоски Все И у меня просто По 4-5 клиентов Все волоски Будем учиться Чтобы научиться За два часа делать Потому что Конечно Так Я тогда Выплазила Ну уже знаешь Когда у тебя До автомата дойдёт Когда ты уже Эту схему выучишь Поймёшь Куда Не будешь путаться В волосках Конечно Быстрее всё будет Вот я сейчас Все ряды объединяю Чтобы быстрее было Скелетный ряд Там наметила Первый Второй проход Всё Потом сразу заполняю Вот эти пустоты Пространства Сразу все пушковые волоски Дорисовываю И мне остаётся Там второй проход Просто обвести Потом расставить акценты Всё Бровь готова Это прям Ну на час Точно укорачивает Твою работу Скелетный сайт Потом второй проход Туда ушла Это туда Да Я раньше вот так Вот первый проход Стерла Поначалу так Наверное всё-таки Правильнее Действительно Да Я обучаю именно так И на демонстрационном Показе Там на мастер-классе Конечно Кто никогда не делал волоски Так удобнее Потому что ещё такая путаница Куда что рисовать Конечно мы делим на ряды Первый ряд Второй ряд Всё по схеме Всё там очень логично Потом третий ряд Только потом акценты Сейчас я первый ряд делаю Скелетный И кстати скелетный Вот этот вот рисунок Он помогает Не переживать Что где-то что-то съедет Да Прям он настолько Выстраивается Благодаря тому Что по рядам То есть мы бровку делим На пять секторов Каждый волосок Вот как детская разукрашка По номерам И как рисунок По номерам Там из точки А В точку Б Провела Потом ну и так далее Всё строится И брови Получаются Ну просто идеально Симметричными Там ну никак не съедешь Если только Единственное Ты там один можешь Пошире сделать Волосок Подлиннее Точнее Другой покороче Но не проблема Уже довести Самое главное Чтобы брови сидели Ровно и симметрично Вы понимаете Какие мы интересные темы На наших подкастах Разбираем И всё у нас Непринужденно С переходом На воспоминания О личном опыте О своих ошибках И так далее Я думаю Что это познавательно Поэтому я Ещё раз Вас всех призываю Подписываться На наш канал Можете писать Комментарии По поводу Этого Подкаста И ставить лайки А комментарии С вопросами Мы конечно С Ниной Вместе будем Если будет что-то Я подключусь К ответам Да Конечно Мы ответим Обязательно На все вопросы Если они у вас будут И Следите за нашими Новыми Видео За нашими Новыми подкастами И вообще Подписывайтесь везде И смотрите Какие у нас Есть обучения Много Всяких Новостей И базовые курсы И всякие повышения Квалификации И вот В частности Нина Наш постоянный Мастер В нашей студии Ну уж Я не знаю Как минимум Раз в год А может быть И выйдем На раз В полгода Раз в шесть месяцев Обучения Спасибо тебе большое Что ты сегодня После такой работы Глаза уже в кучу А ты еще тут С нами сидишь Со мной Лялякаешь Про волоски Про волоски Я могу говорить Просто бесконечно После скучки клиентов Все равно Спасибо большое Что пригласила С тобой всегда приятно Поболтать Ну мы сейчас еще продолжим Мы пойдем поужинаем Спасибо вам большое За внимание Всех любим Спасибо большое Пока-пока Пока-пока